По дороге на Сюмбике одна за другой мчатся машины, вылетают из-за поворота и не всегда успевают затормозить перед зеброй. Пешеходный переход ведет прямо в 31-ю школу, поэтому чаще всего это опасный участок дороги. Переходят дети. Машины часто не останавливаются, особенно вечером в темное время. Школа рядом 31-я, дети ходят в школу, да, стоит, наверное, так думаю. Опасная вообще эта дорога? Опасно. Вот этот поворот стоит, видите, не видно. Опасно. Светофор мог бы охладить полдыхачей, однако, как нам объяснили в департаменте ЖКХ, сделать это непросто. Необходимо соблюдать условия ГОСТа. То есть в час здесь должны проезжать 600 автомобилей и проходить 150 пешеходов. Только тогда это место будет признано потенциальным очагом аварийности, устанавливает светофоры администрация города. Сегодня, чтобы устанавливать светофоры, это не просто так. Это надо провести комиссию безопасного движения, то есть с участием ГИБДД, с полкома полностью. Потом туда выехать, посмотреть, если даже это дорожный светофор, посмотреть надо, сколько в час народ ходит. То есть сейчас спикли. Случаи, когда детей сбивают на зебре, нередки. За этот год было 22 таких наезда. Треть из них на нерегулируемых пешеходных переходах. Именно поэтому так обеспокоены родители учеников 31-й школы. Этот вопрос еще будет рассматриваться. А вот места, где уже решено поставить светофоры. Это три перекрестка Менделеева-Гагарина, Корабельной юности и Менделеева-Химиков. Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.